Долгожданное новоселье отпраздновали учителя и школьники поселка Красная. Напомню, согласно государственному контракту, здания образовательного учреждения должны были ввести в эксплуатацию еще в 2014 году. Но по ряду причин акт о приемке объекта подписали только на этой неделе. За партой в новом доме знаний сели 215 учеников. Несмотря на мелкую морось, этим серым утром вдоль новой школы выстроились все до единого ученики. Кажется, они до сих пор не верят, что больше не надо между уроками перебегать из здания в здание или учиться во вторую смену. Разрезается джекор. Это тот самый случай, когда обещанного ждали три года. И вот он исторический момент. Ребята из поселка Красная впервые переступают порог новой школы. Для малышей 2-го Б первый урок в новых стенах математика. Ребята весело шушукаются и оглядываются по сторонам. Класс большой и светлый. Мне нравится, что просторно. Много места. После школы друг к другу в гости будем проходить. И действительно, теперь ребята будут учиться в одну смену. Этому рады в том числе и педагоги. Открытие школы они ждали не меньше своих подопечных. Мы учились в вторую смену в сентябре. И для второклассников для нас было не очень удобно. А сейчас все мы будем учиться с первой смены. Просторные светлые классы. Все в одном помещении. Большое спасибо за школу. Тысячи квадратных метров под образовательный процесс. Новое здание может вместить до 300 учащихся. Три этажа с большими кабинетами, лаборантскими, актовым и спортивным залом. Кроме того, школа оснащена современным столовым комплексом и пищеблоком. Здесь полностью обновленное оборудование для готовки и обработки еды. Пока еще суматоха такая, но в целом рады. Еще не привыкли, но привыкаем. Здесь условия намного-намного лучше. Образовательный процесс должен был начаться здесь еще в сентябре 2014. Подрядчик все переносил и откладывал срок сдачи. И не раз отступал от проекта. Простыми словами, нарушал технологию возведения и использовал дешевый некачественный материал. Кроме того, при строительстве был допущен ряд серьезных нарушений. Были проблемы с внутренней и внешней электропроводкой. Более того, в новом здании протекала крыша. Сегодня подрядчик заверил. Все до единого огрехи устранены. Много было изменений в проекте. Приходилось многое менять. Поэтому так сильно задержались мои извинения за это. Заказчики объекта даже после трех лет просрочки почему-то верили недобросовестному исполнителю контракта. Из-за доведения школы до состояния долгостроя в отношении главы администрации Заполярного района в августе этого года возбудили уголовное дело. Сразу после приезда в поселок был преда президента в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова. Тогда он четко дал понять. 30 сентября малыши должны сесть за парты. В этот срок местные чиновники уложились. Сегодня действительно день большой, день грандиозный, потому что такой школы на селе в районе нет нигде. Это самая большая, самая светлая, самая просторная школа, самая укомплектованная помещениями. Уже точно известно, виновники столь затяжного строительства понесут наказание. А в списке замороженных объектов региона одним стало меньше. Красновцы же не могут нарадоваться новой школе. Теперь они будут грызть гранит науки в современном здании, соответствующем всем образовательным стандартам.